Добрый вечер, Андрей. Я хочу рассказать вам одну историю. В начале 80-х годов американский психолог, психотерапевт, один из создателей нейролингвистического программирования, Ричард Бендлер, в своей работе с клиентами обнаружил интересную особенность. Например, после сессии клиент мог сказать, «Вы знаете, доктор, моя проблема как будто бы стала меньше». А другой мог заявить, «Вы знаете, доктор, после нашей с вами работы моя проблема как будто бы стала дальше от меня». А третий мог сказать, «Вы знаете, после нашей с вами работы моя проблема как будто бы утратила яркость». стало тусклым и тогда он подумал а что если вместо обычной стандартной терапевтической сессии которая длится там минут 40 45 может быть попросить сразу человека представить образ с которым он ассоциирует свою проблему и попробовать например его уменьшить или сделать дальше или сделать более тусклым и оказалось что так работает так тоже можно но с каждым человеком она работает индивидуально то есть например если он просил представить образ проблемы а потом уменьшить размер мог вернуться обратно к первоначальному но ричард бэдлер человек настойчивый любознательным и методом подбора путем перебора он таки находил какой-то параметр ключевой благодаря которому во первых человеку становилось легче во вторых изменения сохранялись и примерно в это же время параллельно с этим он параллельно с этими экспериментами он публиковал объявления в газетах и просил откликнуться людей которые пережили какие-то очень такие травматические стрессовые события но умудрялись сами себя вылечить облегчить свое состояние и он каждого кто откликнулся очень подробно прошел и оказалось что многие из них делали тоже что и он своих экспериментов то есть например человек мог сказать вы знаете я ту картину проблемную она была цветной я сделал ее черно-белой а другой мог сказать ну вы знаете я как будто бы мысленно из этой картины вышел и начал наблюдать как сторонний наблюдатель и мне стало легче а третий мог сказать так вы знаете это проблемная ситуация у меня постоянно прокручивалась снова и снова какой-то фильм бесконечный и тогда я взял этот фильм и перекрутил в обратную сторону задом наперед несколько раз и после того как я это сделал меня отпустило таким образом ричард бендлер понял что он открыл ну фактически новый способ саморегуляции управление состоянием во вторых он понял что он открыл новый способ как стать более счастливым потому что если негативные переживания сделать нейтральными а если позитивные переживания сделать еще более приятными то вот оно счастье ну и в третьих он понял что зарождается фактически он открыл новый метод терапии а центральная идея как вы понимаете очень проста дети ее очень быстро ухватывают например одна девочка очень боялась свою школьную учительность так было слишком строго и каждый вечер упрашивала своих родителей можно я завтра школу не пойду и уговор никакие не помогали но наконец мама сказала давай сейчас сыграем в одну игру представив большую большую бутылку с толстым стеклом прозрачную давай эту учительницу засунем эту бутылку и пусть она смотрит сколь угодно строго и пусть что угодно говорить с ними девочки это предложение очень понравилось на зума баллов на следующий день сходила в школу возвращается довольная счастливая помогло правда в этой истории есть продолжение через несколько дней мама за что-то решила отругать свою дочку за какую-то шалость потом ответ хохочет мама очень удивилась бы то что смеешься а тоже станка показывает контур бутылки то есть мамочку засунула туда же в общем этих параметров много которые можно изменять экспериментировать с ними одних только визуальных и там больше 40 штук например можно вспомнить какое-то свое приятное переживание эту картину и мысленно бросить туда горсточку ярких звездочек и большинстве случаев люди которые это делают они чувствуют что вот этот приятный образ он стал еще более приятным после того как я это все рассказал возможно кто-то захочет на себе поэкспериментировать какие можно дать в этом случае рекомендации небольшие во первых если у человека какое-то психическое расстройство психиатрический диагноз то это категорически не стоит делать в избежении непредвиденных ухудшений лучше пусть это будет делать профессиональный психотерапевт и психотерапии вот эти нлп психотерапевты они успешно работают в том числе и с психиатрическими диагнозами но это должно быть должен быть очень такой квалифицированный человек с врачом надо конечно да с врачом обязательно во вторых если у человека такой на данный момент острый стресс лучше сначала этот острый стресс снять а для этого есть метод ключ то есть можно поразминать ушки растереть шею понажимать пальчики и лыжника покачаться на лодке и так далее и вот когда уже похорошеет тогда пожалуйста можно экспериментировать в третьих ричард бендлер своей книге под названием свободности говорит что если вы только-только начинаете знакомиться с этим методом то когда вы что-то экспериментально менять какой-то параметр пожалуйста говорит возвращайте первоначальный размер например человек вспоминает что-то приятно какой-то приятный образ и он может себе представить что как некая картина да она находится на некотором расстоянии имеет определенный размер вот он да попробуйте уменьшить размер и вы сразу скорее всего почувствуете что это приятное ощущение уменьшилось если вы уверены увеличите размер то и приятное ощущение большинство случаев тоже усиливается а потом говорит возвращайте обратно и дальше берите следующий параметр а параметры такие то есть размер расстояние до картинки цветной черно-белыми я в картинке явные картинки четкость резкость передний план задний план фигура фон в общем параметров этих много есть чем поиграть а еще он говорил что меняйте пожалуйста по одному параметру за раз если это правило не соблюдать если как попало это все по она делать то конечно у мозга достаточно сильная система защиты называется защита дурака но лучше так не делать и может организм там допустим во сне может присниться какой-то кошмар там или пожар землетрясения вообще это просто будет сигнал потому что так делать не стоит относиться нужно как просто как экскурсии действовать по крайней мере в первый раз очень очень посмотрите на аккуратно я описал это все визуально да но на самом деле это можно сделать и со слуховыми параметрами и с ощущениями например если у человека такой очень жесткий внутренний какой-то критик который без конца осуждает обесценивает ругает то можно параметры голоса тоже изменить скорость высоту тона можно голос писклявым сделать например если помните была такая комедия полицейской академии там этому капитану харрису далее гелием подышать и какой голос у него стал можно своему внутреннему критику также дышать гелием или например там можно представить что внутренний критик начал разговаривать голосом театрального актера который переигрывает перебарщивать упадает все весом как будто все так легко и просто на самом деле конечно не всегда легко и просто чем сложнее ситуация человека тем выше должна быть квалификации того кто с ним работает больше опыт больше мер предосторожности естественно ну давай мы дадим твои координаты по себе напишу те которые хотят индивидуально чтобы ты с ними позанимался хочешь да я буду я буду рад иногда на самом деле это действительно очень легко то есть я описываю могу привести примеры жизни буквально недавно общались женщинам она пожалуй что она готовит новый тренинг но испытывает перед ним какой-то вот очень сильное напряжение тревогу даже может быть страх ну хорошо давайте представим эту ситуацию где она и вот со своими участниками и я попросил ее представить присмотреться что в этой картине такое не совсем естественно никак в жизни и она буквально сразу увидела она говорит а я вижу я как будто бы ростом намного намного выше чем эти люди и мы очень этому удивились если честно я потому что думал что она будет ниже чем они вот а потом она говорит а вы знаете я я понимаю я начинаю понимать почему это происходит я на себя взвалила роль эдакого гуру от которого ждут чудес волшебных таблеток на какие-то сложные жизненные вопросы а мне эта роль она не близка я не хочу ее и она сама говорит а давайте я попробую свой рост уменьшить она уменьшила свой рост до их размера ей тут же полегчало видите порой иногда бывает действительно очень легко делать такие изменения вот прошло практически 40 лет с момента как ричард бендер открыл вот это все то есть свою книжку он опубликовал восемьдесят четвертом году это примерно тогда как как у вас зарождался мне этот ключ и было конечно много разработано всяких техник на основе этого принципа и все они прошли проверку временем и сейчас их активно используют и но просто люди которые занимаются но по идее канал по психотерапевту я хотел бы сейчас просто рассказать про одну очень крутую технику который создал ученик ричарда бендерам на такая крутая навороченного но сразу предупреждаю с ней так особо не поэкспериментируешь там нужно уже либо чтобы вы знали уже нлп либо обращаться человек который владеет ему постараюсь простыми словами объясните допустим человек зарабатывает через интернет онлайн и в какой ситуации он оказывается высокая конкуренция и есть уже явные лидеры есть уже люди которые дольше чем он работает там больше опыта и возникают задачи перед ним как выделиться на фоне конкурент как отстроиться от них как заявить о себе и при этом не выпрыгиваешь станок что убивались каждый день и вот но по есть такая техника называется работа с я концепции название сложно но я объясняю немножко другими словами попроще я буквально 10 назад увидел в интернете два видео но известного лярдера бизнесмен и он сказал я вам хочу дать очень важный совет чем лучше вы распакуете свою уникальность тем больше вы сможете зарабатывать а во втором видео сказал я вам хочу дать очень важный совет усиливаете свои сильные качества я тогда подумал вот вот суть этой техники то есть усиливая сильная распаковывается в уникальность как это делать соберется ваше сильное качество то качество в котором вы точно уверены что она есть это качество в котором вы которые вам в себе нравится качество любой это может быть например каллиграфия а если доброта и доброта можно и допустим вот я работал женщины не было качество я позитивный человек то есть то качество которое есть и которая в себе нравится мы пропускаем данное качество через шаги этой техники и что происходит во первых это качество субъективно становится более сильным более устойчиво и нравится еще больше чем раньше во вторых она выходит далеко за свои рамки ну например если взять каллиграфию это достаточно узкий контент для просто красивое письмо и лично на бумаге на картоне на стене на поверхности какой-то а тут получается что как будто бы это качество пускает свои корни глубоко глубоко по всей нервной системе и вот это вот красота изящество она начинает проявляться не только в письме а в жестах в в речи в походке в взаимоотношениях с противоположным полом в отношениях с людьми с клиентами то есть люди начинают как-то бессознательно считывать вот это качество в поведении человека и вы начинаете ну как бы нравится и а если через эту технику пропустить ваш там 67 качестве и это уже знаете такое как что-то наподобие харизмы проявляется да это личный бренд можно раскрыть таким образом а потом конечно можно свою деятельность организовать вокруг этих сильных качеств и на стыке диктильных качеств и тогда вот будет здорово а еще недавно обнаружили проявляется такие неожиданные побочные эффекты я в хорошем смысле в результате проведения этой техники например вот женщина я позитивный человек мы с ним накачивали эту технику углублями она сказала у меня появилось два эффекта первый она говорит я себя стала ощущать как будто масштаб моей личности вырос то есть говорит когда я думаю о своих целях или когда я разговариваю с людьми допустим знакомлюсь рассказываю себе мне кажется что из этих описаний уже выросла то есть мне нужно ставить более крупные цели и описывать себя уже совсем другими словами вот что-то еще хотел так сходу сейчас не вспомнить что там позитивный эффект был в общем распаковывай уникальность свою усиливая сильно вот суть или как помните поговорка такая была будет собой все остальные места уже заняты и еще одна область применения ты супер техники она заключается в том что если у человека есть качество позитивно но она не сильно устойчиво а вот допустим я профессионал нет я не профессионал я предприниматель ну нет я наверно не предпринимать вот эти качели их можно убрать вот за счет этой техники каким образом позитивно на том же самом принципе то есть примеры которые подтверждают это качество мы немножко увеличиваем делаем ближе ярче более четкими а те примеры которые являются противоположными какие-то ошибки провалы их наоборот немножко дальше делаем делаем черно-белыми или серы белыми делаем меньше белым делаем более размытыми и благодаря вот этими изменениям качество не просто становится устойчивым она становится очень устойчиво вот я рассказал про эту технику она может быть очень актуально для многих вот в принципе спасибо за то что пригласили все основное что хотел я рассказал спасибо андрей мы обязательно дадим контакты твои в описании под видео кого это заинтересовало могут посоветоваться с тобой а я тебе заодно хочу сказать что вот в йоге в йоге существует такое понятие не отождествляя себя со своей болью например болит ты мысленно выйди из этого пальца и смотри на него со стороны потому что пока ты там сидишь в этой боли ты весь страдаешь а когда ты выходишь из него и смотришь со стороны то есть когда ты себя не отождествляешь чем-то то есть выходишь есть еще теорема гёделя в математике есть какие-то задачи которые силами системы не решаются надо выйти за грани этой задачи посмотреть со стороны это вот чем ты рассказываешь я сейчас говорю другими словами вот у нас есть картина и участник события и его свидетель когда со стороны человек смотрит на свои переживания он участвует в событии и одновременно отстранен от него вот и участник события его свидетель а я еще одну вещь хочу сказать интересную дело в том что первый человек который в ссср привез от авторов нлп ссср привез алексей ситников это было в конце 90-х или в середине 90-х уже у меня учился в махачкале потому что там когда приехал рассказывал что нлп создана на основе изучения практики эриксона величайшего и алёша показывал как там рука поднимается всплывает а я ему сказал слушай я тебе скажу то чего ты не знаешь если рука не всплывает представь что руки расходятся или представь что они сходятся или представь что палец пошел он этого не знал у готова как интересно поэтому я резко расширил сразу возможности эриксонянского гипноза и преподал это людям чтобы они сами это делали без всякого психотерапевта подбирали действия которые у них получается а те которые не получается отбрасывали и через это происходит и развитие творческого мышления поисковой активности головного мозга это очень интересно вот все что ты говорил это так соответствует тому о чем я сейчас говорю то есть мы с тобой андрюша на одной волне не очень приятно что ты сейчас поделился своими соображениями на эту тему эти соображения ты высказал совершенно другими словами и может быть для кого-то более доходчиво чем когда говорю я поэтому мы и дружим и поэтому все вместе мы и сила и поэтому в нашей школе человек будущего homo futurus каждый со своими представлениями идеями мы соединяемся и создаем новое давай тогда я дам твои координаты ты мне пришли сейчас я их поставлю под видео роликом и пускай все особенно новички смотрят описание под роликами нашими и там увидят твои координаты тебе позвонят а ты уж там сам уговаривай какие у тебя условия этих консультаций и так далее это уже твое личное дело хорошо конечно спасибо хосема геннадий дай вам бог доброго здоровья спасибо тебе андрей что ты поделился своим опытом и своими я бы сказал очень интересными мыслями спасибо тебе до встречи пока